Петр Васильевич Петр Васильевич Кондрашкин доволен своей жизнью. И не потому, что в этом году он отметит 10-летнюю годовщину своего пребывания в должности главы администрации Чуриковского сельского поселения. И не от того, что у него красавица-жена директор Чуриковской школы, трое детей и домик в деревне. А просто появилась у Петра Кондрашкина, влагая цель в жизни – восстановить Богоявленский храм родного села. Я даю обещание, что этот храм будет восстановлен. Сколько хватит сил у меня и здоровья, и вашей помощи. Сегодня собирается народ в молильном домике, чтобы вместе отпраздновать этот грандиозный праздник. Для нас он очень дорог, потому что наш храм – это храм Богоявления Господня. Но без помощи Божией и людей добрых не свернуть ни одного камня, не воздвигнуть ни одной стены. Потому и пошло дело по возрождению Чуриковской святыни только после того, как стал объединяться чуриковский народ и молиться. Мелкими шажками, понемножку, но сами видите, за моей спиной уже покрыт главный купол, глава. Но за работу мы остались должны строителям 250 тысяч. И не поверите, что может, свершилось чудо. 15 октября мы осветили икону нашей землячки Натальи Ивановны Козловой. И с этого момента работа сдвинулась с мертвой точки. Мы начали собирать деньги, можно сказать, со всей страны. Дали объявление в интернете, создали страницу храм Богоявления Господня. Люди из Сыктывкара, из Иванова, из Москвы, наши жители, села Чуриков, которые уехали. Кто сколько может, перечисляют. Перечисляют по 200 рублей, по 300, по 1000. Но все равно деньги идут. И вот за этот короткий промежуток времени мы собрали уже порядка 100 тысяч рублей. Придите, придите, все духа премудрости, духа разума. Окормляет богоявленский приход села Чурики благочинный 2-го Михайловского округа протеерей Сергий Орлов. Дополнительное послушание к имеющемуся на приходе Успенского храма сел Березово и Покровское не тяготит добросердечного священника. За время знакомства с местным населением он успел привязаться к Чурикам всем сердцем. А на Богоявление, престольный праздник, приехал со своими верными помощниками, чтобы отслужить молебен и осветить воду. Песня о Кресте Божьем и мир просит честь слава тебе. Мы почувствовали праздник сегодня? Конечно. Вот почерпать эту воду, принесем, поставим его на употребление до следующей крещенской воды. В этом селе построенный храм нашими предками является Богоявленским храмом. А сегодня на вечере Богоявления крещенский сочельник. И мы с вами всегда приходим черпать эту святую воду. Греки называют эту воду святой агиасмой. Перевод с греческого языка – святая святых. Великая святыня. Это Великая святыня, которая прикасается к Божественной благодать и освящается. Эта вода уже по химической структуре не H2O. Это другая структура. Там пребывает Божественная природа, Божественная энергия, Божественная благодать. И этот праздник называется Богоявлением, потому что все лица Святой Троицы участвовали при святом крещении нашего Спасителя. Бог Отец свидетельствовал о Сыне. Сын крестился от Иоанна. Дух Святый исходил в виде голубя на Сына Божьего нашего Спасителя. И раз мы не можем передать ту благодать, ту объем Божественной события, которое переходит, но душа это чувствует, трепещет, потому что велик день Богоявления, велик день крещения, потому что елиться во Христа креститесь, во Христа облекостись. И мы облеклись крещением, чтобы мы с вами жили вечно. Я этим праздником поздравляю вас, праздником Богоявления, праздником крещения, и тем более вас, живущих в этом селе, с престольным праздником. С праздником вас. Духовная жизнь в Чуриках стала возрождаться с 2011 года. Тогда здесь открылся молельный дом. Все восстановительные работы на храме проходят под молитвенным щитом Рязанской святой, уроженки села Чурики, Натальи Скопинской или Михайловской. Бывшая староста храма Наталья Козлова пребывает в умах и сердцах инициативной группы богомольцев. Круг заинтересованных лиц с каждым днем растет. Я думаю, что если дело дальше пойдет такими темпами, то до весны мы со строителями рассчитаемся и в дальнейшем продолжим эту работу по восстановлению храма. Хочется ко всем обратиться, кто меня слышит. Наша страница в соцсетях «Храм Богоявления Господни». Просим помощи от вас. Кто сколько может. Чем быстрее и больше мы наберем, тем быстрее мы этот храм отреставрируем. Эрците, молодуши, мы все крепитесь и не бойтесь. Виктор Петрович Душин много лет проработал инженером в Екатеринбурге. Случайно забрел на огонек молельный дом. И был приятно удивлен радостью встречи с садосельчанами, которые предстали пред ним в ином свете. Сам он новый человек в здешних местах приехал к Чурике два года назад и уже успел к ним привязаться душою. Здесь нужно не просто помогать, а этим жить надо. Я первый раз вижу всех. Я не ожидал, что их столько будет, потому что мне говорилось, ну человек десять вроде бы придет. Да, и первый раз я батюшку вижу. Ну, я так буду у него в храме, в действующем, буду с ним общаться, безусловно. У меня есть целый ряд вопросов, разных вопросов, в том числе вопросы такие необычные. Я вот за время нахождения в Чуриках, кроме того, что строился, еще написал небольшую книжонку, мне нужно ее будет благословение получить и сдать ее нужно, ну и так далее, и так далее. Петр Васильевич Кондрашкин живет в самом отдаленном уголке Михайловского района, Чуриках. Здесь и грибы с глазами, и мужики косопузы не перевелись. Воздух в Чуриках чист и свеж, а благодать Божия растеклась по округе и наполняет собой и местных, и заезжающих сюда на короткое время людей. Духовное преображение Петра Кондрашкина и его земляков пробивается словно горчичное зернышко сквозь толщу жирного слоя чернозема по молитвам святой мученицы Натальи Козловой. Глава Чуриковской администрации родился в атеистической семье. Младенцем его не крестили даже и втайне, как это делали многие советские люди. Крещение он принял осознанно в 33 года. И что-то перевернулось в душе, щелкнуло. Петр Васильевич посмотрел на руины сельского храма другим взглядом, просветленным. Святая хлопочет на небесах у престола Божьего за свой храм и заблудившихся в лесах кромешного безверия односельчан. Справедливость постепенно восстанавливается, души просыпаются. Зерно вот-вот выглянет на свет Божий и разрастется так, что птицы небесные смогут укрыться под тенью его. Конечно, она помогает. И вот, как человек, что он деньги принес с мешок, значит, помогла. Но такого не бывает. Ну, они же помогают потихоньку. Бабушка принесла для своей крошки. И вот потихонечку все и собирается. Как оно вот... Даже для людей, для себя едешь, чуть вот не упал. Да, а почему это вот чуть? Да, а почему не упал? Да, чай помощь. Сегодня мы являемся свидетелями тому, что из малых семян на земле вырастают большие деревья. Во времена земной жизни Иисуса Христа Царство Небесное имело очень малое распространение. Но в нем содержалась божественная сила, давшая ему возможность превозмочь все препятствия. Оно выросло настолько, что превзошло все другие движения, казавшиеся тогда великими и важными. Сила этого роста не прекратилась и поныне. И там, где когда-то рука человека-богоборца посигнула на плоды Бога и людей, вновь начинают расцветать божественные цветы правды. Разрушители умерли, а Господь вечен. И дела его вечны. Свидетельство тому открытое сердце Петра Кондрашкина, его друзей-чуриковцев и всех, кто присоединился к этому богоугодному делу. Бог им в помощь. Святая мученица Натальи, Мои Господи у нас. Святая мученица Натальи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин